Супер Олег Сергеев Ну, давайте проще. Супер Олег. Это для друзей. Надеюсь, мы с вами станем с вами все друзьями. И, так сказать, на контрасте сегодня предлагаю послушать одну пластическую композицию от Фрэнка Синатры в моем, ой, Господи Боже, исполнении. И, так сказать, на контрасте. 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 И, так сказать. 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 А перед нами человек, которого телезрители Step to Start TV видят уже не впервой. Видят уже и помнят, надеюсь, его с прошлого сезона «Шага со звездой». Олег Сергеев. Олег, здравствуй. Добрый день. Сегодня ты в красных брюках, а в прошлый раз был в желтых. С чем это связано? Боюсь, что это ни с чем не связано. Действительно просто с каким-то стремлением к разнообразию, с тем, чтобы показаться как-то новым в этом амплуа. Я могу тебе сказать, с чем это связано. С тем, что Олег Сергеев в прошлом сезоне не занял первого места. А так как на логотипе Step to Start TV присутствует все-таки красный цвет и слегка белый, то вот мне кажется, ты решил просто... Я могу сказать даже, белый – это мое лицо, красный – это мои брюки и черный – это моя футболка. А черный – это микрофон на самом деле у меня черного цвета. Ну давай, рассказывай, что ты сегодня исполнять будешь, чем сегодня порадуешь? Сегодня, не в пример остальным выпускам, я буду исполнять классический вариант джазовых композиций. И это будет ни много ни мало Фрэнк Синатра. Это мощно, могу тебе сказать. Это необычно. Конечно. Между прочим, с этой песней связана была действительно душесчипательная история, когда я просто реинкарнировался в плане как вокалист именно за счет этой песни. Я ее исполнил вживую вместе с одним очень интересным джаз-бендом, Moscow Jazz Band, кстати говоря, который назывался, в котором такие играли ребята, как корифеи этого движения. И это было так круто вообще просто на самом деле, что после этого моя вокальная карьера начала двигаться вперед очень быстрыми темпами. Я смотрю, у тебя веселое настроение после выступления. Скажи, с чем это связано? Ты на сцене был намного серьезнее, чем сейчас. Ну, знаете, как это бывает. Туда выходишь и так начинает это волнительно все происходить. Ведь там сидит Сергей Пенкин, человек, который, так сказать, имеет право не то что тебя осудить. Ну и кинуть фруктами и овощами, благо их не было. Да, извини, я твою шутку забрала, но тем не менее. Не удастся ее забрать, ведь она уже была. Дело в том, что действительно Сергей Пенкин сегодня не дали ни фруктов, ни овощей. И это было главное. На самом деле, каждый раз, когда артист выступает на сцене, он должен каким-то образом переживать за свое выступление. Я сегодня, в принципе, я скажу так, не переживал, потому что эта песня, она действительно характеризует часть моей жизни и, естественно, дает об этом какое-то определенное представление тем людям, которыми не знают. А? Попробуй-ка. В такое неловкое положение, скажем, поставил. Расскажи, как ты думаешь, какое же мнение сложилось у конкурсантов и у зрителей, которые сегодня лицезрели? У конкурсантов сложилось мнение «О, выскочка!» У жюри сложилось мнение «Ага, еще один!» Самое главное, какое мнение сложится у тех людей, которые действительно будут, так сказать, принимать решения относительно меня и этого конкурса. Блин, ну это такая штука, которую я не могу никаким образом предсказывать. И только ваши зеленые глаза могут мне сказать о чем-то, что будет в будущем. Нет, не нужно, потому что сейчас жюри на самом деле сидит в другой комнате, а мы с тобой общаемся здесь. И поэтому, раз уж ты не знаешь пока что мнение жюри, а я тебе не скажу своего мнения, то расскажи, какое мнение у тебя сложилось в твоем выступлении, на сколько ты его оцениваешь? Так, хочу сказать так. Два раза так, тавтология, отвратительно. Но это не насчет моего выступления. Думаю, что сегодня я выступил хорошо, хотя я, в принципе, самый главный критик своих собственных выступлений, вообще и своего творчества, но в этот раз все было крутяк. Тебе нужно посмотреть туда, сделать такой же взгляд и сказать, чтобы зрители Step2StarTV голосовали за тебя, потому что совсем скоро начнется голосование, интернет-голосование, где каждый зритель сможет отдать свой голос за понравившегося участника конкурса «Шаг со звездой». Так что даем тебе шанс, последний. Блин, опять последний. Дорогие друзья, голосуйте за меня, и тогда ваша жизнь наладится, ваши волосы будут длинными и шелковистыми, ваши руки будут мягкие, как шелк, а ваши глаза будут острые, как бритвы. И это все благодаря вашим голосам. Come on! Yeah. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин